11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, объявила новый коронавирус COVID-19 пандемией, что свидетельствует о распространении нового заболевания в мировых масштабах. В целях минимизации проникновения COVID-19 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения граждан, правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении и использовании внутренних документов для граждан Республики Казахстан, удостоверение личности, свидетельство о рождении Российской Федерации, паспорт гражданина РФ Кыргызской Республики, ID-карта при пересечении Казахстанско-Российской, Казахстанско-Кыргызской государственной границы. Коронавирус. Я уже делал видеоролик о том, что Казахстан начал запрещать все массовые мероприятия, в том числе и скрипоносные кремлевские парады победы в честь 75-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Заодно под запрет попали и скрипоносные кремлевские шествия под названием «Бессмертный полк». Это все, конечно же, хорошо. Ведущие федеральных российских каналов, конечно же, цокают языками и говорят, вот, мол, казахи поторопились. Хотя, казалось бы, как это поторопились? Вроде бы все делают правильно по рекомендациям ВОЗ. Весь мир так поступает. В Казахстане объявлено об отмене празднеств, связанных с Наврузом, наступлением весны. Но это еще не все. Не будет в Казахстане и парада в честь Дня Победы. Трудно поверить, но коронавирус в данном случае оказался сильнее. Кроме России, нашего соседа, ведь парад 75-летия, грандиозный парад, который запланирован в Москве на 9 мая, до сих пор никто в России не отменил. Понятно, что для Путина это такое печальное решение будет, но отменить ему, скорее всего, придется. Никуда он от этого не денется. Пугает и другое мероприятие. Скоро, по-моему, 22 апреля, если я не ошибаюсь, но если ошибаюсь, то в апреле точно пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Это знаменитое обнуление путинских сроков. Понятно, что вот эта вот конституционная гарантия для Путина, чтобы ему удержаться у власти, это архиважная задача. Даже если эпидемия этого коронавируса будет бушевать в городах российских, это голосование 22 апреля. Оно обязательно пройдет при любых условиях. На работу не пойдем, а зарплату получим. В Федерации профсоюзов рассказали, что 22 апреля, который объявили выходным о заголосовании по поправкам в Конституцию, работодатель будет обязан полностью своим работникам оплатить. Но есть и те, кто почувствует из-за этого выходного недостачу в кошельке. Это те, кто работает на сдельной основе. Не знаю, там люди будут приходить в масках, в противогазах, а может быть в системах химзащиты в полных, военных. Но люди придут и проголосуют, и никуда они не денутся. И репортажи будут красивые, и все будут улыбаться. Эти улыбки будут видны даже сквозь противогазные очки. Если надо, будет сильно. Так что надеяться на то, что в России будут сильно заниматься этой проблемой под названием коронавирус среди населения не приходится. Поэтому я думаю, что Казахстану придется закрывать границу с Россией. Кстати, недавно запретили пересекать гражданам России и Киргизии по внутренним паспортам. Оставили только возможность перемещаться через границу по загранпаспортам. Хотя, если честно, я не понимаю, как это может остановить вирус. Если закрывать границу, то закрывать полностью надо. Но, наверное, скорее всего, людей будет ездить гораздо меньше. Правительство Казахстана при этом подчеркнуло, что этот режим снимут по мере того, как коронавирусная опасность будет уменьшаться. Но у казахстанцев теперь есть такая уникальная возможность посмотреть, полюбоваться. Что значит жить в условиях закрытых границ, наконец-то. Пожелаем нашим россиянам удачно проголосовать в апреле месяце, несмотря ни на какие преграды, в том числе и под названием коронавирус. Так сказать, не пугаться этого страшного заболевания. Горой стать за своего лидера Путина. Ну а казахстанцам я бы хотел пожелать не поддаваться панике. Любая информация, она в первую очередь направлена только в интересах чьих-то политических. Роль пропаганды, она важна в любое время. Можно вспомнить, допустим, испанский грипп, который поразил человечество в начале 20 века. Почему он называется испанский? Потому что Испания к концу Первой мировой войны занимала более-менее такой нейтральный статус. И поэтому пресса Испании могла более-менее свободно освещать эту медицинскую проблему. Писали о случаях сражения, о жертвах, широко освещали для населения, предупреждали. Хотя испанский грипп, он бушевал не только в Испании, и в Англии, и в США, но все остальные страны участвовали в военном конфликте довольно активно в Первую мировую. И поэтому военные министерства не позволяли прессе свободно освещать эти проблемы. Не дай бог, чтобы враг узнал, что у нас есть проблемы какие-то, что мы слабы и так далее, и тому подобное. И поэтому испанский грипп, испанка, остался в истории как испанским. Хотя на самом деле эта болезнь бушевала по всему миру. Тревожные новости приходят в нашу редакцию из всех городов Испании. Куэнко. Много случаев гриппа, несколько смертей. Лагроньо. Множество заболевших гриппом. Есть погибшие. Сантандер. Во всех городах провинции множественные случаи гриппа. Закрыты школы. Ввиду чрезвычайных обстоятельств продлены рождественские каникулы. В Карелисе гриппом больны более половины жителей. Эпидемия гриппа? В Испании? Инкубационный период короткий, не больше суток. Симптомы проявляются внезапно, сопровождаются слабостью, ломотой в теле, болями в конечностях и грудной клетке. Пациенты жалуются на головные боли и светобоязнь. В иной в Киеве. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ключ освещения у них только один, тема только одна Это иностранцы, приезжающие из Европы, прилетающие самолетами То там случай, то здесь один случай Хотя я лично считаю, что это полный бред Основная опасность коронавируса, конечно же, исходит оттуда, там, где больше всего людей пересекают границу А это у нас только одно место, российско-казахстанская граница Там каждый день тысячи людей едут туда или обратно Если пассажиров в самолете еще можно как-то отследить по документам, по билетам То лица, которые пересекают границу на автобусах, на поездах Это более массовый характер И всех отследить практически невозможно Поэтому решение Казахстана о том, что пересекать границу российско-казахстанскую Люди теперь имеют только при наличии загранпаспорта А при наличии только внутренних документов Теперь пересекать границу российско-казахстанскую и казахстанско-кыргызскую нельзя Абсолютно верное Оно, конечно же, не соответствует духу Евразес Не соответствует духу Таможенного союза Но я рад, что Казахстан первым принял это решение Россия еще этого решения не принимала Кыргызстан тоже этого решения не принимал Казахстан взял на себя именно такую ответственность Я не знаю, как отреагирует в Москве на это решение То есть запрет гражданам, россиянам пересекать российско-казахстанскую границу А я думаю, что это именно запрет Потому что загранпаспорт в России это довольно дорогое удовольствие По-моему, 5000 рублей стоит сегодня А жители приграничных районов с Казахстаном Это жители Омска, Оренбурга, Астрахани Это не те жители, которые живут в Москве и получают большие зарплаты Это люди, которые не могут себе массово позволить иметь при себе загранпаспорт за 5000 рублей Поэтому, по сути, ограничение, введенное Казахстаном Запрещает, наверное, практически всем жителям приграничных районов российских с Казахстаном Пересекать теперь казахстанско-российскую границу Подождем реакции Москвы Посмотрим, как она отреагирует Отреагирует она наверняка болезненно Пока я этой реакции не видел Спасибо за ваше внимание Спасибо за ваши лайки и комментарии Помогайте моему каналу и финансово, и информационно Теперь у меня есть новый ресурс Миротворец Казахстан Там есть форум Можно регистрироваться, можно оставлять сообщения Там нет никакой цензуры антиватной Как выяснилось, теперь на ютубе такая цензура присутствует Заходите на мой сайт, регистрируйтесь Жду там ваших предложений По наполнению моего сайта Миротворец Казахстан И до новых скорых встреч